Ну скажите, ну как бы забрежил, да? Надежда забрежила о том, что все это развалится. Даже Эрик сам показал такой пшик, как бы, да? То есть показал как бы всем видом, что показания разбились, да? Естественно, мы как раз и ждали этого допроса, потому что вот этот допрос, он был положен в основу организаторской роли вообще организованной группы. И вообще о совершении преступления. Получается, что все это полностью выдумано. Я скажу так, что и до этого, как я уже ранее говорил, никаких сведений о том, что, и доказательств, тем более, что мой подзащитный что-то совершал, или к чему-то причастие, материал в дело, и показания в допрошенных лицах. Понятно. Спасибо вам большое. Суд, свящаясь на месте, постановил. Ходатый стол удовлетворит в порядке 281 статьи уголовно-прационального кодекса огласить показания данной свидетеля Мухамма Дьярова в период предварительного расследования и в дальнейшем предъявить ему для обозрения уголовного протокола допроса с целью установления подлинности и наличия и отсутствия подписей указанного свидетеля в протоколе допроса. Пожалуйста, внимательно слушайте свидетеля. Мы в дальнейшем зададим вам вопросы по этим обстоятельствам, которые вы ссылались в протоколе. Значит, 20 мая 2016 года были допрошены следователем 8-го отдела следственной части ГСУ ГМД России по Москве в Милюкино. С 13.08 до 13.56 проводился допрос в служебном кабинете 417 ГСУ ГМД России по Москве. Так, никто более не участвовал, кроме свидетеля и следователя в ходе производства допроса. После разъяснения прав предупреждения уголовной ответственности показал свидетель, что в период с 7 мая 2007 года по 30 ноября 2011 года он занимал должность начальника 3-го отдела ОРБ номер 9 Департамента уголовного роста МВД России. В период с 2009 по 2011 год им, а также сотрудниками 3-го отдела ОРБ номер 9 Департамента уголовного роста МВД России, проводился комплекс УРМ, в ходе которого была установлена преступная группа, занимающаяся на территории Московского региона с торговыми мошенничествами, с дорогостоящими автомобилями иностранного производства марки Мерседес Бенсон. В состав преступной группы входило около 15 участников. По оперативной информации, лидером преступной группы и финансовым организатором являлся Китуашвили Эрик Давидович, и непосредственно организовывал преступление по действию исполнитель Геродовский Иван Иванович. К деятельности преступной группы также, возможно, были причастны сотрудники ОРБ, в том числе Карл Сергей Евгеньевич, начальник отдела регулирования убытков, и Ухов Денис Борисович, который предоставлял недостоверные данные относительно обстоятельства регулированного убытка. Сотрудник того же отдела, имеющийся информацией, показал в результате анализа деятельности. Последнее установлено, что Ухов. При рассмотрении вопросов о страховых выплатах регулярно просит предоставление дополнительных документов и через службу безопасности проверяет полученную информацию. Однако при выплатах за охищение интересующих автомобилей никаких вопросов потерпевшим у него не возникало. В решении вопросов, возникающих с правоохранительными органами, по имеющейся оперативной информацией, участникам группы помогал один или несколько сотрудников 7-го отдела 3-го РЧ при Ухове в МВД России в Москве, которые также лоббировали перед руководством массового гастрава, выплаты по конкретным стартовым случаям. Также к противоправной деятельности причастны стартовые агенты, сотрудники Донского таможенного поста и другие сотрудники проекта МВД. Большая часть яхов-батичных автомашин находились за пределами России и никогда не попадались в страны, куда были проданы концерны МСД «Сбернс» после выпуска за лоббом. Дополнительное изучение не имеющихся материалов и анализ указанных фактов позволило установить, что большинство формальных собственников транспортных средств или стартователей являются или жителями северо-административного округа, или северо-западного административного округа города Москвы. В процессе проведения пророкиновских мероприятий по раскрытию покушения президента Республики Ингушетия было установлено, что регистрационный знак К713ТМ-177 обнаружен на обзорном автомобиле Тойота Камри выдавался на автомашину Lexus LS430 2004 года выпуска темно-синего цвета, зарегистрированным на Китвашвили Эрика Давидовича 1981 года рождения, объявленный в рост 21 июня 2008 года как похищенный. Из подразделений ГИБДД Северо-Кавказского региона получена информация, что вышеуказанная автомашина Lexus LS430 была сфиксирована 10 июля 2008 года системой АПК-магистраль-поток при прохождении через пост ГИБДД Курт-2 на территории КБР. Дальнейшими мероприятиями было установлено, что данная автомашина управлял Полюцкий. Одновременно установлено, что Полюцкий на том же автомобиле Lexus 10 июня 2008 года с фиксированной системой АПК-магистраль-поток и узнало прохождение транспорта на стационарном поставке ГИБДД ОВД по Краснодарскому краю. КПМ-33, пост Кушевский 050, направление из Ростова КПМ-35, пост Тихорецк 2.13, направление из Ростова КПМ-31, пост Кропоткин 2.40, направление из Ростова КПМ-29, пост Успенский 3.40, направление из Ростова. Данная информация свидетельствовала о наличии связи между Полюцким и Китлашвили. Согласно полученной оперативной информации, Полюцкий являлся участником преступной группы и занимался перегоном патичных автомашин на продажу из Московского региона в другие регионы России, в первую очередь в Республику Ингушетия. Дополнительное изучение имеющихся материалов и анализ указанных фактов позволило полагать, что большинство фигурантов околны между собой или имеют общих знакомых. Подпись свидетеля. По окончании допроса заявления не поступили. Замечаний протокола нет. Лично прочитан протокол. Подпись свидетеля, подпись следователя. Секретарь, будьте добры, 136-138 для обозрения свидетелю-приберителя. Посмотрите, пожалуйста, свидетель. Имеются ли ваши подписи на указанных факторах? Все ваши подписи. Скажите, пожалуйста, те показания, которые сейчас я в судебном заседании огласил, подтверждаете ли вы их и давали ли вы их следует? Да, да, вам, ваше честь. Я теперь вспоминаю, откуда москиташвили именно вылез. Эта информация, честно говоря, не моя была. Это когда аналитики собирали, нам, конечно, приметили самую. И соответственно, вы поставили справку. И по этой справке дали. Но вы говорите, что вот Севч-Казани, которую вы сегодня нам давали в судебном заседании, ну, кардинально отвечают. Ну, я забыл, ваше честь. Я уже реально забыл. Отсказывайте следует. Я же не сижу, ваше честь, целыми днями, думаю о вашей диле, о двух неделье, еще чего-нибудь. У меня главный путь тоже хватает. А если... Скажите, пожалуйста, здесь вот достаточно конкретная информация, в том числе о ролике, в судебном указанных преступлениях. Вы говорите здесь о 15 участниках преступной группы, о роли Иродокского рассказывают, о роли Карлса, Кухова, о передвижении автомобиля Lexus по конкретной территории Российской Федерации. Откуда вот эта информация по Lexus? Посмотрите, у вас четкие данные идут по времени, по перемещениям, по постам этого Lexus. И у вас, из ваших показаний, усматривается четкая связь между Полицким и Китуашвили. Вот из ваших показаний. Как понять, если машина была оформлена Китуашвили, а вверху они Полицким. А как установили, что Полицким? А? Как установили, что Полицким? Ну, у нас есть аналитический слух, куда мы направляем запрос, и они нам прислали вот эту справку. И все это было расписано. Поэтому у меня в голове декса старт в рентгене сними не уложился. А при допросе у вас следователь справка предъявлял? Или вы, как и сами сообщили, вы в этом стоите не делали? Я уже не работаю с сотрудниками. Я уже не работаю. Я уже не работаю с сотрудниками. Я уже услышал. А вот у вас здесь четкие данные идут по датам, по постам контроля, контроль пропускным пунктом, по времени, направления, движения, откуда. То есть вот эта вот реформация. В шестнадцатом году у вас откуда появилась. На момент допроса, спустя пять лет после того, как вы друговое деяние завершили, в качестве пособорного полиции. Я говорю, я помню, что вот я упсел справку именно тогда, когда еще вопрос возник после покушения на президента и на внушителя. И когда я запросил, вот эта справка пришла. А вот по точным податам конечно я сейчас не могу сказать. Да, а у вас вот это я уже понял, что вы сейчас это все не воспроизведете. Даже я не воспроизведу через минуту после прочтения. А когда допрашивал вас следователя, вот эта информация, как тут появилась протокол? Честно, вы сейчас не воспроизведете. Не помните, откуда ее? Да. Но я бы, я тоже, мы про Лексус сейчас помним именно. Я знал, что какая-то машина, а именно то, что Лексус, вот сейчас туда вышли, я помню именно. Вот я уже спрашивал. Именно тогда откуда именно Киташвили появились. Именно после того, как геброаналитик собрали, мы с Павелским полицей над Баслией и имени как раз Киташвили формировали. А вот вас защитник спрашивал относительно того, что имели ли место фактически транспортные средства в вашей разработке, которые не относились к категории клонов, а относились к категории... У нас разработка была в вашей части. У нас разработка была... У меня один отслушивает и перебивает. Что, что, в вашей части? Я не успеваю задавать вопросы. Значит, меня интересует следующий вопрос. Вот Киташвили, по вашим оперативным данным, у вас появился польза. Появил солнце здесь, из-за ваших показаний, отработка автомобиля Дексус, фактически ревизиционного знака, который был на этом автомобиле при покушении на президента Ильбушина. Тогда защитник задавал вопрос, имелись ли в ваших оперативных разработках данные о фактически имеющемся автомобиле, маниклоне автомобиля на территории России. и вы сказали, что у вас были только кулоны. А здесь даете показания о том, что у вас, в том числе, в разработке был Киташвили. Киташвили появился разработка, после того, как мы получили эти данные. Полегция. Легция – это не наша разработка. Мы получили как бы справочные данные, и все. Ну, сначала где-то аналитиками забирали, и все, а потом уже эти данные появились. Оттуда и появился лиц. Я помню, что там перегоняли какую-то машину, а какую там еще и женирация разработка была. Нам дали, что вот была такая вещь, такая информация на самом деле, что там и Полюнский фигурировал, и Киташвили фигурировал. Потом у нас Полюнский с этими 12 человеками, со всеми вместе, и само собой. Вот все делали. А скажите, пожалуйста, вот в своих показаниях вы указываете на повышение президента республики Угушетия. Которое надо было? Я пытаюсь выяснить, когда у вас появился в разработке вот эти два швей, то есть как вы связали вот эти данные. Если вы говорите о том, что работали в 2009-2010 год, отрабатывали по схеме, соответственно, 12, вы сказали, здесь вы говорите, 15 человек, а потом каким-то образом связали в деятельности этих лет с деятельностью Киташвили, причем определили ему роль организатора в этой деятельности. Но, как говорится, основание для включения, в том числе, появился автомобиль Lexus, номер которого использовался при покрушении на президента. Когда был в кушенку президент? Вы помните? Нет. И я не помню. Вот я и пытаюсь установить. Совпадали ли даты вашей работы, в культуре на разработке, с покушением на президента. В культуре совпадали. Ну, проживительно хотя бы вот. Как вы связали? Связали то, что они, это самое получается, если ехал по-людски, это на автомобиль зависимый пассаж. Меня интересует просто временной промежуток вашей работы. Понимаете, вы об этом говорите в шестнадцатом году. Я вас запрошу следовую голосовую. А фактически вы работали в десятку вливательских целей. В десятку. И как вы в десятом году связали вот эти товарищи, которые занимались хищением транспорта, мошенницами, в бюре, в страховых группах, с автомобилей, с номером Титуашвили, который участвовал в покушении на президент, который, насколько я помню, приблизительно позже, чем. Понимаете, о чем я спрашиваю? Да, я понимаю. То есть, как можно было связать то, что было в десятом году и получить эту информацию с ситуацией, которая произошла позже? Можете нам что-то пояснить? Сейчас я не могу, я говорю, все. Перед момент допроса у вас такие произошли на заключение по данному? Ну, на момент допроса просто время прошло, и я как бы вы сопоставили? Я получил тогда эту справку именно по этой машине, и все. Откуда у нас связь по лицу с Титуашвили? То есть, что? Вы работали в 50-м, да? В 50-м, да. Я фигурирую только вот из этих материалов. Так, вопрос последний по указанию. Вы вообще их подтверждаете? В смысле? Ну, то, что я прочитал, вы подтверждаете эти обстоятельства? Ну, в принципе, как я могу подтвердать? Если, допустим, я то, что разрабатывал, это было основным указанием, которое судом были в честь. Мы подтверждаем будущее я вот уже сказал предотверждаю. То, что следует предупреждать, но вот дословно я сейчас не могу подтвердить уже сейчас. Что это подтверждает? Могу сказать про Лексус то, что да, я не помню, что Лексус, да, это потом для Лексус, да? А вот то, что дословно передвижение вот сейчас сказать я уже не хочу. А на момент когда давали показания, не помню. 16-го году, 20-го если я сейчас не могу спросить, то не могу сейчас на момент составления протокола такой вспомнили? Я помню, что передвижали, я передвину это, я помню, что на постах проверялись, да? Эта информация была, тогда у вас по постам, а по конкретике это самое не помню. Попадали. Второн вправе задать вопросы по оглашенным показателям. Слушайте, есть, но у меня вопрос. Я не понимаю, ответ ваш? Скажите, пожалуйста, вот эти показания, которые вы согласились сейчас, мы такие показания давали для следователей от себя написали? Я помню, писал Мерседес, Мерседес, я писал про этот, как я сейчас помню про лесу. нет, но конкретно, чтобы, да, проходили, то, что они фиксировались на этих базовстанциях, это да, а по конкретике, конечно, что я сейчас не помню. я спрашиваю, я спрашиваю, вы следует, это рассказывали, все, что это зависит? Возможно, если он не показывал какие-то там распечатки, я в этой самой, парень согласался с этим, этот момент может быть. Что какие-то распечатки по движению этого автомобиля, здесь касается этого автомобиля. Я не думаю, что такой кроль играет именно в той из работ, которая была именно у меня. это как бы, этот лексус вообще был понятен постепенно. Мне нужно было выскочить в парень начну с этим и все. И для меня как бы этот лексус не важно, что это значит. Я вас очень неконкретно проверю. Я хочу вот те показания, которые вы предложили, которые вы прописали. Вы ему давали, не важно, смотрели в какие-то поэты на записи, не смотрели записи. Вот только мне досталось вверх, вы ему так рассказывали. Я ему рассказывал, да, я бы рассказывал, да, вот то, что по конкретным этим, конечно не мог просто придумать. Я говорил, что да, что проходил эту машину, фиксировалась на постах этот автомобиль. Запомнил, само собой, ему каждый задумал. Возможно, какие-то были, сейчас я не смотрелся, обращался именно подат. Но я не считаю, что это вот дело к этому какое-то отношение так поселённое место. Но у нас, как бы, рассматриваться вопросом, касающийся именно вот этих перседесов и связь параллитского сына. Вашвили, все. Вот в этой части, в этой части показания у вас по лидерам, лидерстве Петуашвили в данной преступной группе и финансовой организации. Вы давите такие показания? Ну, самоса вычет. Вашвили лидер и финансовый организатор. А сегодня нам дают показания. О том, что Петуашвили у вас так проскочил место, вы вас даже не заинтересованы. Показания следует у вас лидер группы, соответственно вы не могли просто так незаконить, потому что вся деятельность бытии ваша должна была быть ориентирована на установление причастности лидера группы к этой группе и к совершенным их преступлением в составе группы. Получается, что у вас Кетуашвили он так. Кетуашвили он, да. Пока любима. А следует дает показания, что он организовал. Но мы же не снимались на тот момент, на самом деле не занимались. Да? Было такое, что есть Кетуашвили, который, но мы же им не занимались. Нам нужно было взять вот этих 12 человек, распрутить, а потом уже получить показания у него. Если у нас не было такого. Если вы этим не занимались, когда вы получили средний, когда Кетуашвили, что он видит, а поймите меня, я вот так пытаюсь установить. Кетуашвили сейчас обвиняется как лидер преступной группы. Я эти обстоятельства должен установить. А он мне говорит, что у Вас Кетуашвили проходил мимо этой группы. Он проходил мимо этой группы. У нас не интересовал тот момент. А как он у вас мог заинтересовать в 16-м году куда вы такого не являлись? Вообще никак не интересовал. А следователь дает показать, что он лидер? Я даю его по тем, что у нас был тогда на тот момент, как мы считали, по именно против. Я написал по оперативной информации. По оперативной информации. Мы разточник информации у вас не спрашиваем. У вас не понимает. Но мы должны узнать обстоятельства, подлежащие доказывания. Поэтому я вас спросил. Ваши показания, положенные в основу оженения, согласно которому Кетуашвили обменяется в совершении мошенничества в сфере страхования и его преступной роль лидера этой группы, лидера. И вы эти показания давали следователю. Следователь их положил основу обвинения и сейчас это предмет судебного разбирательства. Я обязан эти обстоятельства установить, поэтому я буду у вас их спрашивать, пока вы, соответственно, не подтвердите показания, ли вы это не опровергнуты. А проявитесь, пожалуйста, почему вы, следователи, на основании каких данных вы давали показания о том, что лидером преступной группы по организации получения страховых выплат мошенническим путем являлся Кетуашвили Эрик Давидович. И эта информация была вами получена в период вашей работы по выявлению участников преступной группы поклонным автомобилем. Я там написал и сказал по оперативной информации. Это была чисто оперативной информации в сирху. Я там в порядок наведите мне в зале, я устал уже эти усмешки. Слышите, еще одно я слышу здесь, жестикулирование, я удалю всех из зала, вы мешаете производству. В сирху. Там он в порядок по оперативной информации. Там написано так. Как это оперативная информация у вас на период когда вы занимались оперативной сопровождением этой деятельности? Она была или нет? Вот что я пытаюсь сегодня обсудить у себя. Вы сказали, что Ктуашвили вообще не проверялся и вообще вами не разрабатывал. ведется видеопротоколирование и каждое ваше слово зафиксировано. Мало того, я вас предупреждал в уголовной ответственности, что это очень важно и человек подстражен. Поэтому мне важно установить истинно. Почему вы сегодня в судебном заседании сказали нам о том, что Ктуашвили несколько раз с кем-то звонил по телефону, но эти разговоры не были связаны с какой-либо преступной деятельностью, если с этим вы перестали, то разрабатывают установителей только фамилиями и отчеств, а следователи 20 мая 16-го года вы говорите о преступной ролике Ктуашвили в качестве организатора преступной группы. То есть я сказал поединить с оперативной информацией. Хорошо. То есть из этого высказки можно сделать вывод, что на момент, когда вы проводили отработку этой преступной группы до зима в 10-11-м год, у вас Ктуашвили была информация. Почему тогда на вопросы в том числе защитника Машова и Маи вы пояснили, что Ктуашвили у вас никаким образом оперативной информации не проходили. Я не говорил, что информация не говорил, что мы слушали и как бы нам так неинтересно было. Нам нужно было база именно из этих противопожных потерпевших, чтобы нам как эту информацию не было. Откуда вывод о лидерстве тогда? Поймите. Откуда вывод о лидерстве? Оперативной информации не ответ на мой вопрос. Я не могу сказать, ваше честно. Я и там написал по оперативной информации. Я не сказал конкретно, что он является, я сказал по оперативной информации. Вы сказали конкретно. Нет, там было по оперативной информации. Представка оперативной информации совершенно существо ответ на вопрос не меняет. То есть это была деятельность оперативных сотрудников направленная на выявление конкретной роли человека. Не надо вводить меня в заблуждение словом оперативной информации, которая мне прекрасно понятна. я вас спрашиваю о том какие были соответственно у вас сведения о наличии организованной группы и роли и туашвили в качестве и руководит только вот эти аналитические материалы получали информацию хорошо билеты показания у нас не было писал по оперативной формации все вопросы 2 на 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 Я прочитал, да? У меня все было там написано, проиграть информацию. Мы там владеем, и все. Там не готовы, не поверить. Обиграть информация, это та, о которой вы говорили ранее? Два фрагмента интересных разговоров, так? И вот это сообщение о поглощении представления. Нет, это нам еще какие-то английские изъявы были. Ну вот ответьте мне тогда на такой вопрос. Вы говорите, что мы установили Пхидашвили по акту владения им автомашиной «Лексу», которую перегонил по-людски, да? Да. Вы уверены, что Пхидашвили был владелецом этой машины? И она была на юридическом лицу, а в планах ее фондах? Ну, опять же, просто, что-то вспомнили. Я вот вспоминаю, просто я говорю, мы конкретно этим просто «Лексу» не занимались, этот справочный материал играли, и все, я их прочитал, и там именно так, это самое, были, и все. А что? Пролевать конкретно, а по базе там попал от него? Вот это те же материалы, которые писали? Ну как, материал, он едет по-людски, по трассе, кавказе. Но вы тут перечисляете пасты, как кто-то мобильный, то определяется в 6 сентябре. Да. Вы говорите, что в каких-то журналах он отмечается, что там каждый машина в мосту журналах. Что там было? Я там был отмечался, я там был отмечался. Я там был отмечался. Я там был отмечался. Это она в журналах «Сколько?» Нормально. 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 Вы говорите про эту машину «Лексус». Не принадлежал она «Титашвиль». Я не помню с этим «Лексусом», честно говоря. Я ей не занимался. Вот тогда выспасил сразу, что материал. Это сам по-людски «Титашвиль», и все, выспасил «Титашвиль», и все. лексус нам интересного поскольку поскольку да выстрел . он фамилий классы и тогда поскольку уверенно что полюска или прошли без на полу верю на что полюска или прошли без на полу и судя по материалам вообще-то знакомы по оперативной скажите откуда вы взяли что тогда работал в то время системы который якобы зафиксировал полюска трассе конфликта в москве тут 12-го появилась шоу следует москве и самому подачи москве нет в москве появилась москве и по полу сейчас магистраль вопрос, 13-го. Раньше просто потом. Физг, претанцевал физгибдеды. А вы здесь, естественно, не наставили подробно в 2008 году. Я думаю, взял... Я понимаю, поэтому эти вопросы и возникают. Опять-таки, вот установили в 2011-2010 году. Валютский управлял умные автомашины, Lexus. Есть уголовное дело. Машина в розыск. Почему Валютского-то не задержали, не привлекли за угон уголовной ответственности? Вы поясните, вы что, преступление закрыли? А почему вы его не занимались? Мы его только услышали. Почему вы не сообщили следователю, который ввел дело по угону Lexus о том, что его угнал по-людски, он не едет туда или ехал туда? Так это тоже было после всего этого. После, понятно. Вы установили, что по-людски управлял умные машины защиты? Ему установили. Там справа потерял установили. Это не мы установили. Нам уже дали готовы. То есть мы про Полютского тоже ничего не знаем. Про Полютского мы узнали, что мы изменили по этой 12-й машине. Он надеялся. Он же в КФ. Как же вы тогда все-таки Туашвили установили, Эльф Давидович? Машине не найдет. Телефон не найдет. А в сфу материал был написан, что... Материал, который к вам пришли, да? Да, Туашвили был. А где сейчас он? А сейчас он едет. 18-й год. Я думаю, что вы что-то там есть. Опять без сфу. А из какой службы пришли? В смысле? Ну, к вам из какой службы? Весь ассоциалистический служба куда-то направляем. Ну, как они называются? Называется, как из... Я сейчас не в России. Слово это гидриц в Ниссуи. Мы уже УВД. Материал сгераться. Сгераться? Материал к вам пришли сгераться, да? По-моему, да. Я сейчас точно могу сгераться. Имя справочная. Мы, ГБ, собираемся, набираемся информацию, откуда возможно. Это может быть и три месяца, полгода. И год собирали. А почему они именно к вам пришли? У них в вам это соотношение нет? Мы запросы сделаем. Допустим, мы сделали так, что по полюсскому. Не только по полюсскому, а по всем финансам. По-моему, в ГИАС. Нами на поэте нет. А тоже к вам пришли сведения, что на постах таких-то в порядке пяти, да? А вы не следовали? И вот по вашему, да? Да, по вашему, да? Да, по вашему, да? Именно антический материал пришли сегодня. Пока нет вопросов. Еще возникли участники? Да. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что ГИАС, они пришли. А вы их направляли туда запросы с содержанием, которых содержала информация о лексусе? Нет. А как вам пришли? Просто фамилии и все. Какая информация, если не было, не было. А вы теплошили, лексусы теплошили, как вам попали? Ну, да, туда и пришло. Именно в том, что информация по полюсскому расписана именно про этот лексус. И вот тогда вы сочет. А можете уточнить, что это за... ГИАС и за отдел. Потому что с точки по базам данных ГИБДД, лексусы теплошили не имеют друг к другу никакого отношения. То есть те базы, о которых вы говорите, аналитические, я не могу вам это за информацией сказать. А вы знаете, как это информация? Не скажу, это что. Может быть, не из информации, а потом дается, допустим, во всей России, вы из Москвы, еще что-то. Кто-то мог дать такую информацию? Так вот, как прислали, кто-то все, никаких вопросов, они ее убивают автоматически. Там все где-то автомат. Не задумываться. Ответственность за ту информацию, которую мы представим, кто несет. Это информация? Это информация? Это информация? Я опять напишу, подвергся. А как это информация? А что-то проверяется, что она? Ну, главное, и интерес не будет. Вы поймите правильно, нам очень интересно будет. Нам нужны были интересы вот этих 12 человек, которых организовала вот этот момент. И само собой, высказали, высказали фамилию. Хорошо, а вот вывод вы делаете на основании некой информации оперативной, которая пришла из ГИАСа, мы сейчас утверждаем, о том, что финансовый организатор, это вообще что такое, что это подать. Опять я возвращаюсь к этому же самому вопросу. Хорошо, сейчас мы установили, что информация по автомашине о Полюбскому пришла из ГИАСа. Были получены перемещения, в том числе по Любскому, в машине ЛЕС, которые опорнены на юридическое лицо. Как из этой информации сделать вывод о том, что футуашвили является организатором деятельности 12 человек по планированным машинам похищения и финансовым организаторам, в том числе, какая причинная связь и следственная между вашим выводом в протоколе допроса и той оперативной информации, которую вы получили? Как вы вот связали вас? Смотрите, 12 машин. Мы набрали информацию, получили информацию о том, что по Полюбскому связь ГИАСа Туашвили. Хорошо. Потом 12 этих человек. Потом еще информация пришла именно то, что ГИАСа Туашвили как-то был через Полюбску или еще через ГИАСа, для которых давал указания по всем этим делам. Мы все это готовим информацию. Я пойду пишу по той самой и говорю по оперативной информации. То есть помимо вот этих справочных материалов, еще были некие оперативные данные, свидетельствующие о том, что ГИАСа Туашвили связывался с этими 12 якобы потерпевшими. Но 12 или не с 12 потерпевшими, но... Ганнизатор, извините, это организатор. Но его не обязательно со всеми связываются. Он не обязательно со всеми связываются. А эта информация, я понимаю, что если она из закрытых, вы мне ее подтвердите, но я все равно вопросу дам. Искательник не скажу. Можете ли вы их назвать? Сейчас, ваше честь, не могу, если честно. Не можете подобрать? Ну, потому что, ну, поймите, я же не могу просто потолкать взять, не знаю человека, я вообще его не видел, у меня... То есть вообще все равно взять и просто так про него что-то плохое сказать, да? Ну, смех, вы поймите, что была информация на тот момент, да? Вот именно. Он выскочил по благодолствам туда информацию, выскочил. Еще там показ информации пошла по этим Ухровым, Карлсовым, этим... Вот именно вот эти моменты, там разговоры шли. Он там с ним, с ним кто-то связывался, общались, и потом информация такая прошла, поэтому я же не спотолкался, потому что он мне ничего плохого не сделал, я его и не знал, какой-то такой. Но это мы узнаем, что вы его не говорили. Вначале, наверное, первым вопросом, наоборот. Разрешите еще вопрос? Да. Свети, вот как Ваши сказали, следует, что вы получили информацию о Лексусе, о том, что он пересекал по потоку Мунистра, 10 июля, некий пост. А дальше Вы разъясняете, раскрываете этот процесс. Получается, что эта информация, сколько фиксация передвижения автомобиля. А дальше Вы утверждаете следующее, что дальнейшими мероприятиями было установлено, чтобы данная автомашина управлял палец. Дальнейшими мероприятиями-то какими? Как Вы установили, что в автомобиле был по-любски? Четельный тон. Это Ваша слобка. Я упираюсь на то, что Вы получили информацию просто голую, а потом что-то сделали, установили, что это по-любски, а потом только установили, что это типа ошибки. Ну, возможно, у меня сотрудники, кто-то с Вами, кто-то еще что-то проделал. Говорит, возможно, было такое. Вы следователи в 16-м году говорили о каких-то мероприятиях, как Вы установили, что Вы делали? Получил в ответ, вот сейчас Вы в суду сказали, мы получили информацию, а следователи сказали, а потом еще что-то сделали. Вот что Вы делали, чтобы это установить? Более того, в допросе следователей в 16-м году Вы говорите об информации за 10-е июля и за 10-е июня 8-го года. И в каждый раз у Вас получается в автомобиле был полюс. В течение месяца человек ездил, или машина ездила, а потом Вы как бы устанавливали. Какой верить дать, 10-е июля, если отвечать? Или 10-е июня, или вообще другая дата? Я не помню, если честно. Я подавлю уже не помню, чем. То есть вот эта информация в протоколе, она тоже не соответствует. Она может не соответствовать, действительно, что я уже не помню. Она может соответствовать с машинством. Я просто не помню. Вот я Вам говорю, что здесь записано. Вы Вам сейчас согласили показать. Разница в месяц. Какая правильная дата? Не знаю. Я предоставляю Вам право. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие инициалы у господина Пухова? Вы давали показания, здесь есть фамилия, и инициалы. Могли бы Вы назвать инициалы, которые Вы называли у Света? Ух. 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 Субтитры подогнал «Симон»